здравствуйте у нас на прямой связи журналистка ведущая телеканала дождь анна мангает анна здравствуйте давайте начну с поста который вы опубликовали в фейсбуке я процитирую несколько строк я в своей жизни провела бишь бесчетное количество спецэфиров разбивали самолеты гибли люди начинались военные конфликты но никак никогда мне не было так по-человечески грустно как во время погребения алексея навального нет ничего тяжелее чем комментировать момент когда мама прощается со своим ребенком и уже в завершении вы пишете о том что когда закончился эфир достаточно было одного вопроса как ты меня прорвало на части какие же прекрасные люди сегодня пришли на эти похороны недаром во всех вас так верил навальный эта трагедия это убийство это смерть которая воспринималась многим как конец можно ли посмотреть на нее как на начало чего-то другого вот я сделал такой вывод из вашего поста что что-то закончилось но кто-то начинается как вы это видите в целом сейчас многие пытаются осмыслить то что собственно произошло это не только убийство алексея навального а в первую очередь реакция на это убийство и многим кажется что произошла некая разморозка вот общество находилась в состоянии коматоза после начала войны в украине когда мир рухнул ну то есть атланты перестали поддерживать свод неба и репрессии которые после этого были в россии и завинчивание гаек и уничтожение вообще любого с любых следов гражданского общества и вот как страна и вот это самый активный средний класс они впали в некоторую кому и в том числе кому и разочарование не только от всего что происходит от хода истории а еще от самих себя конечно как от беспомощных слабых травоядных людей и вот это вот перед переполнение что ли произошло некоторое стаканчик оказался не на половину полон а полом и начало вливаться и вот это вот как вот сейчас анализирует политолог пастухов что на самом деле тут несколько триггеров вот сначала эти огромные очереди чтобы оставить подпись за надежде на которые были по всему миру среди русскоязычных люди увидели хоть какую-то возможность продемонстрировать свои взгляды в том что цель антивоенную позицию поддержать одного кандидата и неожиданно вот этот вот человек который не является ярким политиком конечно и не то чтобы он артикулирует все наше негодование но вот его выбрали как символ и его решили поддержать и стояли эти гигантские очереди и вот сейчас когда убили навального вместе с ним надежду для многих для огромного количества людей вот эти вот пришедшие не побоявшиеся продемонстрировать свою поддержку навального после его смерти люди и гигантское количество вообще необъяснимое по сравнению с тем количество людей выходивших на протесты в последние годы пришли десятки тысяч людей они продолжают приходить все эти дни после похорон и что самое было примечательное в первый день когда хоронили навального ведь они же не только приходили они скандировали они произносили вслух те слова которые все эти два года сажали и не боялись произвести все вместе не скандировали нет войне они скандировали путин убийцы ничего подобного в россии невозможно уже давно то есть ты в комментариях это напишешь в контакте тебя посадят а тут люди вышли и вот это вот и как бы и почувствовали себя силой и почувствовали себя вправе и степень горя была такая что как бы видимо уже было неважно и в этот момент было принято видимо где-то там наверху решение что вот всех их невозможно сразу сейчас повязать на кладбище что это в этом это будет слишком неудачная картинка на фоне выборов накануне выборов ясно что ни о чем не надо испытывать эти люди что кто-то испугался это естественно не так ну решили видимо что накануне выборов на кладбище не очень хорошо повязать там 20 тысяч человек с которых там кричали или пришли на могилу известного политика но сам факт само это впечатление но сильнейшая я думаю что все это связано с позиции самого навального и он был один из немногих просто единиц который не разочаровавшихся в своих согражданах на фоне войны не принципе не разочаровавшихся несмотря на те муки те пытки которые с ним были да он продолжал верить в страну и верить в этих людей как бы объясняя себе что подобно объясняю что подобных обстоятельствах такого репрессивного давления ты не можешь как бы без оружия в руках эти люди не могут ничего противопоставить вооруженным убийцам и он верил в том что нужно как бы дать этим людям шанс что они еще воспрянут что у них есть что у них есть совесть что можно каким-то образом их реанимировать и они как бы вот преисполнили с этим чувством когда он погиб когда его убили как бы люди уже поняли что они не могут его дальше подводить вот у меня такое впечатление и теперь ты не можешь просто вот так вот как хотелось особенно после начала войны было такое чудовищное тяжелое чувство хотелось как бы закрыть дверь да в россию очень многим инфантильные комфортные под нас наклеить ярлыков на людей которые там остались и не сопротивлялись открыто не сопротивлялись а теперь очень как бы после гибели давального очень хочется проявить тоже великодушие тоже поверить в них и в себя в какой-то степени потому что как бы если не поверишь это все это тупик это конец это тоже могила в общем это действительно произошло на мой взгляд какое-то переосмысление и россиянами себя и людьми извне россиян и не знаю будет ли это каким-то ну можно ли вообще про это рассказывать я знаю историю про конечно близкие навального они конечно хотели бы мне кажется чтобы под люди проявили подобную поддержку такую солидарность когда он все-таки был жив как и весь мир проявил большее давление на российскую власть вдруг как бы про большую солидарность большую активность а теперь все как бы воскресли но после ну навальный то в гробу и конечно же для близких это не является таким успокоением или такой как бы таким свечением где-то в будущем как сейчас многие из нас почувствуют ведь есть еще один эпизод мне кажется очень важные которые возможно тоже повлиял на людей эта история мама алексея навального если бы мама не добилась того чтобы ей вернули тело тело могли захоронить могли не выдать и это такой гражданский подвиг материнский подвиг я не знаю как это описать и вот это показала мама навального как можно бороться за уже ушедшего из жизни сына это оказало эффект как вы думаете вот этот путь мамы салихарде когда она просто билась за это тело и отказалась идти на ультиматумы которые ей выставляли ну во первых в себе фигура мамы навальный очень интересная потому что он всегда и очень оберегал она никогда не была в публичном поле существовали считанные пара фотографий где они вместе которые каким-то образом были медиа да там например и в соцсетях и он всегда очень берег они оставались в россии и мы никогда не знали какая то есть кто-то какие-то близкие люди к семье представляли себе какая она и знали кто она и знали как из из нее собственно и ее мужа вырос и получился алексей навальный как человек с характером как чек с принципами как человек с правилами и так далее и для нас это конечно открытие потому что юля навальную мы всегда видели рядом и она тоже была некоторым символом еще при жизни алексея а мама мы никогда просто ее не знаем и вдруг она появляется потому что она единственная в россии единственная как бы которой ну если юля приехала бы ее бы точно совершенно арестовали особенно после того что она говорила про путина всю дорогу и после того как умер а алексей ясно что ей был в россии опасным мало алексея ну как бы к ней труднее подступиться она не публичная фигура и конечно же символический герой и когда она проявила эту феноменальную стойкость а здравость трезвость без истерики которая на самом деле охватила всех нас потому что столько сколько было выплакано слез вокруг меня но сравнить наверно только с началом войны но это совершенно другая эмоция начала войны это действительно крах мироздания был а это как бы умер человек еще ушел человек на который надежда на котором как выяснилось держали все наши надежды на будущее начать это не объяснить он был последней ниточкой связывающих какую-то иллюзорную перспективу с настоящим ем и вот тут же еще была вот эта вот неожиданность ее появления неизвестность это новая фигура и она вот держалась лучше чем все мы в этой вот патовой ситуации я никогда не забуду эту фотографию как она идет по сторону морга видимо в карте с с адвокатом дубровскими если я не ошибаюсь одним из адвокатов а горы по моему который или овд-инфо который вот в той команде адвокатов которые теперь помогали в последние дни помогали алексею навальному и они идут вместе он ее поддерживает и вот они эти снега бредут получать очередные вот эти вот измывательства когда она почти сутки просидела уследоваться летие выкручивали руки в общем она конечно она конечно дает понимание что во первых женщины которые окружали алексея навального неординарные фигуры и мама и жена и дочь которая тоже абсолютно выращенная как человек со стержнем которая представляла его все последние годы во всех больших публичных мероприятий было решено что это будет не юля а вот будет даша и она ездила на все большие формы где навальный что-то получал когда уже сидел выступала от его имени и вот все эти три женщины они просто абсолютно образцовые они говорят о том что можно быть личностью и абсолютно не пережимать друг друга то есть все могут быть личностями в семье все могут быть стеной не ты один а вот все как бы составляют вот это вот как бы все стоят держатся друг за другом и конечно они все вся эта семья казалась поддержкой для нас то есть не мы для них хотя наверное и вот это вот любовь к алексея навальному было для них народная оказалась для них поддержкой ну конечно же они для нас первую очередь и то что мама алексея вчера распространялась эта история из соцсетей что в последний момент они дала например закрыть кладбище день когда его хоронили в пять часов когда она зимой закрывается а сказал что надо будет там сидеть пока последний час не пройдет и действительно его закрыли в небывалые по моему десять часов конечно вот эти вот очереди которые по-прежнему стоят говорят о том что нет более важного места в москве чем это борисовское кладбище никакая красная площадь никакие патриаршие бруды не знаю что какие-то у нас достопримечательности пушкинский музей ничто не так не важно сейчас как это кладбище где люди как бы становятся людьми версия которую озвучила мария певчих в своем ю тубе о том что готовился обмен он был на финальной стадии и узнав об этом владимир путин возможно приказал убить алексея навального как вы оцениваете вот такую такую версию такую точку зрения вы знаете я никак и пока не оцениваю я много об этом говорила в том числе с христа грозивым говорила который тоже занимался активно этими обменными вещами не очень понятно что обмен точно какой-то год обсуждался вопрос только в одном а был ли это обмен на финальной стадии или это был как некоторая промежуточная часть еще как бы договоренности не было как я понимаю никто этого точно не знает и говорится об этом не может во первых все боятся об этом говорить потому что это может очень повлиять на перспективу обмена карамурзы яшин сказал что он уже не будет меняться никогда он уже давно сделал это заявление но у владимира камрузы есть такой шанс как у британского подданного быть обмененным и потенциального следующей и если сейчас очень засветить все процессы обмена всю цепочку этого процедуры то у него конечно шансов это становится меньше и уже стало меньше потому что германия как мы знаем была заинтересована очень в обмене единственное на кого она с удовольствием была готова менять красикова который убил чеченца на территории германии да это она была готова в первую очередь менять на навального и с исчезновением навального из этой цепочки конечно ситуация во многом меняется и говорят что все охладели к этой процедуре обмена но поэтому непонятно как бы известно что шли переговоры они точно шли и там точно фигурировал в этот в этом потенциальном обменном переговоре навальный но кроме него там иван гершкович и полу вылана и конечно кажется что теперь судьба полу вылана и гершковича опять подвисла на волоске и теперь опять стали дальше от этого обмена как бы и и у них возникли проблемы мы не знаем точно мы не знаем из-за этого ли убил путин навального из-за того что он должен был якобы вот тут поменять или просто давно запланировал его убить и поэтому перевел в колонию в харп чтобы это было не так на виду вообще он его убивал медленно и как бы план его и он был не нужен и он всегда его угнетала мысль в принципе что существует этот человек поэтому мы не знаем что там главе у путина на то что был процесс обмена как бы шел переговоры об обмене шли это действительно так вопрос от виктора он спрашивает в телеграме не кажется ли вам что главная ошибка российской политической миграции в том числе и журналистов что все они варятся в определенной аудитории трех-четырех миллионов россиян которые обеспечивают просмотр и подписки этим самым с тем самым глубинным народом бюджетниками людьми которые считают себя до сих пор вне политики живут в россии по-настоящему никто не занимается если такая проблема вот у дождя 65 процентов зрителей это россияне только в день похорон навального у нас было 18 миллионов просмотров но уже как бы цифра это уже больше да только в один день а в день по-моему смерти нет 15 миллионов в день похорон и примерно столько же в день гибели это только два дня из месяца конечно же но это не отменяет то есть конечно цифра может быть другой но ясно что первое значительно подобные события поднимают увеличивают круг людей которые интересуются политикой увеличивают значительно больше на русскоязычных и речь идет не только об эмиграции во вторых как точно сказала моя коллега юля таратута мы тут делали большое ток-шоу такой памяти алексея навального вспоминали просто его и она сказала очень важную вещь вот это вот убийство навального в колонии в замкнутой ситуации полностью беспомощного в этом смысле лишенного какого-то стороннего правозащитного надзора и так далее а нога произвело впечатление не только на его сторонников не только на людей которые его поддерживали но и более широкий круг людей для которых это тоже все-таки что-то аномальное то есть это здесь очень заметно вот это вот нарушение всех пределов и границ также как и в свое время отравление его новичком это демонстрация некоторой слабости значит ты не можешь победить его иначе и говорят что вот тогда отравление новичком произошло огромное впечатление примерно его на блин на людей близких путину что стало понятно что любого могут отравить в общем вот сейчас вот это вот убийство навального оно задело значительно более широкий круг людей чем те кто и совпадали с ним по взглядам и это в принципе тоже оказалось такой ситуации транспарентности кругов а что касается глубинного народа до него не достучаться не знаю я не мы пока не нашли никакой методики никакие другие медиа российские не нашли методов как достучаться до глубинного народа потому что если до него не удалось достучаться например алле борисовне пугачёвой которая поддержала своего мужа который всегда высказывался жестко антивоенной очень самостоятельно если ей не удалось изменить их взгляды как звезде которая проникла во все слои в свое время и была абсолютно звездой глубинного народа в том числе хотя ужасно не люблю термин глубинного народа потому что он очень снисходительный но не придуман еще способ как быстро выудить этих людей с вот этого с пропагандистского дна скажем так потому что федеральный телевизор когда них легко доходит сожалению но это получается что соловьёву удается как-то проникать в сознание ну этой части людей я согласен что термин может быть не очень корректно но так проще объяснить разделение общества на некоторые сегменты очень схематично почему соловьёва удается а пугачёвой наоборот не удается как вы думаете вы знаете человек который орет материться и бросается какашками всегда заметней чем тот кто говорит спокойно ну вот методы соловьёва они такие они очень заметные потом ненависть вообще довольно манящая штука проще все проще ненавидеть всех обозначить врагами все свои проблемы повесить на условных иноагентов или на какой-то гипотетический запад чем пытаться решить самим самим проще возненавидеть американцев евреев не знаю кого еще и кого-нибудь еще чем самим до достучаться до себя что проблема в тебе в твоем личном выборе в пути не которого ты не можешь нести и не знаешь как свергнуть и не знаешь что делать проще значительно так и огромное количество людей идет более по простым путем особенно когда им проще получить этот сигнал информации чем любой другой для другого нужно немножко провести ресерч поэтому мы конечно проигрываем вот этим вот гопническим методом и как бы вот нужно искать какие-то или быть или идти на равне но это как бы тогда такая битва в грязи это невозможно ну то есть пока вот я не понимаю я по-прежнему точнее не понимаю мы уже не первый год боремся с этой проблемой пытаемся ее решить как и как это делать почему например навальный все время стал так невероятно популярен потому что он гимнифицировал политику он превратил ее в увлекательная доступная штуку там было много зрелищных моментов не было много шоу поэтому он достучался до молодых он пришел в соцсети молодых он там был в тик токе и во всем ютубе и научился упаковывать информацию которую он расследовал в классные реально легко смотрибельные формы вот нужно идти по идее каким-то таким путем потому что в принципе вот только так можно противостоять вот это вот целой соловьевской соловьевской штуки шняги которую он проектирует и который он делает и так же как это происходит в соцсетях где в телеграм-каналах они же тоже идут путем такого полуразвлекательного инфотеймента и заходят со всех сторон чтобы достучаться до самых аполитичных вопрос из чата спрашивает анна не считаете ли вы что самую точную характеристику глубинного народа дает фильм андреа лошака пентагон я считаю это абсолютный документальный шедевр андрюшин пентагон это действительно феноменальная удача еще учитывая того что он не снимал его физически сам будучи в россии его снимали как бы он как знаете есть такая телемедицина да когда врач где-то в одной стране и он с помощью или каких-то каких-то операторских жестов управляет операцией в другом другой точке мира вот это была такая телемедицина он с помощью своих режиссеров и операторов которые внедрились в этот дом на задворках на задворках империи несчастный полуразрушенный дом или и в жизнь людей которые там жили им удалось в ней разобраться и понять что ими двигает в том числе почему они идут воевать как они живут там не на дне факте абсолютно но я считаю что этот фильм конечно же передает тяжелейшую ситуацию в стране но и в этом фильме ведь и в этом доме обнаруживаются герои которые вселяют надежду которые остаются людьми у которых о чем-то мечтают которые хотят вырваться которые не готовы тонуть вместе с этим пентагоном потому что андрюша как-то рассказывали с ним были в париже на каком-то встрече со зрителями и он там рассказывал что оказывается фильм начался с того что он снимал такой был коммерческий заработок для тинькова афиль а банки тинькова тинькове какое-то значит коммерческое кино и там была героиня из колл-центра в этом городишке которая вы удалось выбраться как-то немножко из этого из этой топе когда она стала сотрудничать с этим колл-центром и снимая эту героиню он заинтересовался тем что происходило вокруг нее и дома в котором она жила и оказалось эта героиня собственно жила в этом доме и так через эту женщину он узнал про этот дом то есть это как бы он узнал про него и про его обитателя через человека которому удалось из него выбраться съехать вот поэтому я считаю что даже в этой истории про пентагон есть свои какие-то мотивы для надежды хотя конечно ясно что мы же россия это разные страны то есть москва и и жизнь москвичей не имеет ничего довольно богатый город где очень много работы где кипит жизнь которая такая богатая столица не иметь ничего общего с этим городом где находится пентагон это разные страны это просто не пересекающиеся миры поэтому россия она не моногенна вот этот феномен вырваться из этой трясины ведь здесь даже не про то у кого какой социальный статус пентагоне понятно что люди находятся на гранили даже за гранью нищеты но и очень богатые люди в россии не всегда вырываются из этих путь до которыми путин окутывает как раз и система окутывает и получается что кто-то будучи очень бедным все-таки находят в себе силы и возможность вырваться и не верить в то что происходит или по крайней мере не подстраиваться под тот нарратив но и среди богатых это не сказать что повсеместное явление сколько крупных предпринимателей например выехали за пределы россии вы вспомнили синькова он как раз перешел на ту сторону но здесь многие считают и он сам наверное в каком-то смысле это объяснял через свой опыт со здоровьем через практически приближение к смерти произошел такой переход вот можно сказать что эти люди они ведь вот от чего зависит на ваш взгляд выходит человек или не выходит из этой системы не всегда денег и статуса кажется не знаю мне кажется случай с богатыми вообще-то не очень волнует потому что очень мало кто сделал действительно этот рывок и сделал бы быстро почти никто не знают мне необъяснимо мы много об этом говорили и с разными богатыми из которых знает для меня сейчас необъяснимая история не знаю что не бывает что их убьют я думаю они всерьез там боятся поэтому ничего надо сделать же выйти мало про мало нужно сделать заявление военное порвать в прошлом я и все не очень много знают и я думаю что поэтому они все боятся они живут страхи тоже и они реально боятся мести какой-то вот мы это моя теория что иначе объяснить это невозможно то есть это как в мафии получается есть билет на вход но чтобы получить билет на выход нужно заплатить очень много выйти очень трудно мы сможем судим по судьбе сотрудников альфа банк владельцев у них же не получилось хотя они наверное не самые конченые люди на этом рынке были но них ничего не вышло потому что для того чтобы совершить выход нужно рассказать как все устроен порвать с путина порвать с войной а ты порвал из-за этого потом за тобой пришли потом ты живешь в состоянии что тебя убьют я абсолютно в этом верю и сделать выбор смогли кастиньков который был на грани смерти волос который к этому моменту когда он сделал свои антивоенные заявления уже отдал все что мог отдать и компания разрушилась ему оставилась только часть вот мы видим как чубайс да вот он вроде бы порвал он же уехал но ничего не говорит потому что он тоже боится а ему есть что сказать когда его репутация не будет восстановлена он не сможет стать частью большого бизнес мира потому что он не сказал нужные слова то есть фактически сказать их смогли ну там наверно чека 3 набираются поэтому это говорит все о том как все боятся все боятся даже уехать и уехать боятся потому что мир мало на самом деле а по вот этому кружбутину его окружению понятно что они ни перед чем не остановятся и будут мстить найдут будет для них это целью потому что тут лояльность и вот это вот замкнутость этого круга она сообщает ценнее всего остального и там будет дело до каждого поэтому я думаю именно поэтому практически никто не сделал виднятного выбора за исключением единиц не сказал нужных слов а значит не освободился от прошлого драматурка иван варипаев с которым мы недавно общались он рассказывал свою историю он из такой среды хулиганской говорит когда я увидел театр впервые пришел театр три парня они пришли и мне захотелось остаться а та среда меня не выпускала и меня очень сильно избили перед тем как отпустили то ломали нос у меня было кровоизлияние и тогда ну то есть и я спрашиваю почему он сказал они им не понравилось что я теряю от них зависимость то есть я ухожу в новый мир они хотели чтобы я был частью вот этого сообщества и я еще легко отделался меня просто избили получается что это вот такой же принцип только на макро уровне я думаю что это очень точный образ этой губнической психологии такой бандитской и я думаю что эти люди которые оказались сейчас в ситуации выбора выбирают между в принципе жизнью и смертью ну плюс конечно они все конформисты они всем публику как бы близким они объясняют что они ответственны перед огромным количеством сотрудников вот это вот я много раз слышал это объяснение от крупных бизнесменов что за ними вот эти большие компании и поэтому не могут ничего сделать что они подведут людей и подставят этих людей у компании будут проблемы но это конечно же все объяснение для бедных это все отмазки на самом деле они боятся только за свою жизнь потому что выход может быть столько в одну сторону и он должен быть очень внятным и вот эта внятность на него ну тинькова потерял тиньков банк да и все что ну как бы там продал вону как-то очень значительно дешевле и в общем конечно же ты должен быть готов к и к потерям и к угрозам вот тинькова было действительно проще потому что человек стоял на вот этом вот на скале перед пропастью ему легче принять этот выбор он уже знает что может быть ему выбирает он этот выбор совершил а людям которые цепляются за жизни значительно труднее и в общем конечно эти два года это во многом разочарование потому что казалось что значительно большее количество людей осознает что не за сможет быть решительным ну вот мы только сейчас начали наблюдать как эти жены мобилизованных в россии начали возмущаться тем что их мужья мобилизованы и начали осознавать что их они мобилизованы до их смерти то есть как бы служба будет идти пока они не умрут или они не умрут или война закончится но они скорее не умрут чем война закончится вот они только сейчас это поняли и появилось вот это вот движение путь домой это они внутри него раскололись там внутри него теперь есть фракция женщин которые против войны а фракция женщин которые только за отпуск пусть вернется отдохнет и уедет или вернется и пусть другие поедут войны ничего не имеем поэтому конечно же мы ожидали большего сопротивления ясное дело на всех уровнях ну а шаг чубайс я хочу к нему вернуться как вы считаете он недооценен сейчас все-таки он сделал этот выбор да он молчит да он ничего не говорит но он выбор сделал будучи одним из крупных чиновников и в общем человеком причастным к тому что путин появился ну ясно что чубайс никогда не относился к блоку вот этих силовиков и ястребов он всегда был в этом более миротворческом более либеральном кругу но я считаю конечно что это скорее шаг ну как бы репутацию таким образом не спасти если ты ничего не сказал кто же может и в отпуске но ты потерял деньги ты там потерял стабильность наверное ты каким-то образом так как ты не подписываешься ты не находясь сейчас на госслужбе ты не солидарен с войной то есть ты не являешься ты не ставишься частью подписи путина надо всеми конвенциями об убийствах да там этих решениями то есть ты не являешься частью вот этого одного кулака который убивает украинцев но и это конечно наверное для совести полегче и по для его совести но уже как бы ушел в последний момент война то уже началась а до этого что было война же готовилась ну в общем короче говоря мне кажется что он верно это абсолютно он сделал это все что сделал сделано для себя ну то есть себе так полегче но никаких больших поступков он не совершил ну то есть тоже боится и поэтому его нету поэтому не фигурирует в каком-то поле те несколько лекций которые он за это время дал или несколько публичных встреч где он появлялся они все равно все вот такие очень боязненные потому что они о чем не может говорить и ничего не может рассказать а что может произойти на возгляд внутри системы вот сейчас говорят о смерти сына сечина свое время смерть сына сергея иванова и его говорят по крайней мере те люди которые где-то рядом были что это его надломило очень сильно вот подобные трагедии которые они тоже переживают люди которые находятся в окружении наверное кто-то из них что-то способен чувствовать то мы предполагаем это может что-то менять в их восприятие мира вот среди вот этих фигур вроде сечина например не знаю мне кажется что частная частная трагедия сечина абсолютно никакой мере не касающийся всех остальных все они люди мне кажется достаточно равнодушны не знаю но смерть от том бы сына сечина ничего не сможет изменить в российских элитах они по другому принципу связаны как собственно и это их личные личные проблемы что называется тем более нет ощущения что как-то сейчас сечин верховодит вот там внутри у них в этой внутренней конструкции которые на самом деле довольно непрозрачный вообще не очень понятно что там поэтому мне кажется что это никак не повлияет кроме ощущения что все смертные и ко всем может прилететь независимо от того сколько миллионов долларов они зарабатывают в минуту на продаже ресурсов все это как бы все остальное это частные вещи каким образом ли ты он вот есть точки зрения политологов что например если элиты почувствуют что не почему так важны выборы что нет единения вокруг путина что народ его не поддерживает начнется некоторое расслоение то есть не все будут рядом если они почувствуют что за путиным сила нации сила страны что люди начали его покидать что он становится одиноким что с ними только силовики не все захотят держаться только на этом силовом ресурсе и тогда есть шанс что произойдет некоторое размежевание внутри власти и на это собственно уповают все те оппозиционеры которые призывают поучаствовать в этой акции полдень против путина на выборах прийти всем вместе в одно время чтобы хотя бы символически показать что нас дофига повлияет ли это на умы там или не повлияет но вот путин же хочет быть легитимным лидером он же хочет действительно за него проголосовали 80 процентов должны же обеспечить действительно эту цифру что вот страна увидела но в первую очередь элиты элиты увидели что его все поддерживают показалось что они поддерживают есть шанс что кто-то начали сомневаться все хотят быть этим силой вот может быть они они начнут думать о том что может быть нужно искать какие-то другие центры силы но пока никакого конкретного вот понимания что что произойдет если они это почувствуют кто-то может его кто может стать новым лидером каким у нас на такие именно башни распадется этот кремль я ни разу не видела ни одной убедительной аналитики на эту тему здесь вот вопрос который периодически возникает а нужно ли скажем западу представителям позиции работать с системными вот игроками путинской власти протягивать руку когда нужно мы говорили как-то об этом с михаилом ходорковским и он говорит вот нет сложно подать руку игру сечен он мой личный враг но если допустим я почувствую что сечен хочет перейти на сторону и играть против путина возможно я эту руку ему протяну потому что вот лично и может быть ну как это окажет какое-то влияние и разрушит режим как вы считаете вообще вот там же даже после падения путинского режима остаются люди которые формировали эту систему или были частью этой системы и с ними наверное все равно будут работать есть там собянин кто-то еще и запад наверное тоже будет на них смотреть но мы помним там нацистская германия разгром нацистской германии кто-то остался и продолжал в общем дальше уже работать и фрг и в гдр тоже как вы думаете вот по этому поводу возможно ли такие компромиссы и насколько они могут быть ну такими серьезными эти компромиссы в отношении тех людей которые сейчас творят зло так или иначе есть разное зло есть люди которые просто остаются рядом с властью зарабатывают например на ней да а есть люди которые имеют прямое отношение к убийствам и войне и зарабатывают конкретно на войне сейчас те кто зарабатывают на войне и те кто является частью войны это люди безнадежные ну то есть если их прощать то уже надо тогда прощать вообще всех есть люди которые просто находятся рядом которые получают господряда на что-то другое которые не которые просто оказались вот этими лавирующие лавировал лавировал да не выловил вот этих вот с этими людьми мне кажется можно работать и вообще нужно вот мне кажется главная проблема санкции оказалась в том что не дали возможность вот таким вот жила ищущим компромиссов и пытающимся удержаться на двух стульях выйти из-под санкций и как бы очистить репутацию избежать нормально если бы не был этот шанс возможно большее количество чиновников и людей близких пласти решили бы откосить от путина и как бы стали бы перешли на другую сторону и это было очень важно а так как санкции они бескомпромиссны то люди вынуждены вокруг него сплачиваются вот те которые как бы вот какие-то бенефицары государства поэтому в этом смысле мне кажется много совершенно ошибок и как бы все это поэтому так не оказалось таким неработающим потому что она не дала возможность тем кто сомневается или те кто когда-то работал на них перейти на другую сторону и спасти себя немного и репутацию и деньги там свои и так далее вот что касается дальнейшего сотрудничества ну вот для меня вот таким образом пролегает разграничение мне кажется на самом объективном сейчас идут какие-то теоретические разговоры о том вот как вот если вот что-то изменится как должна происходить иллюстрация например вот мне кажется что иллюстрировать тех кто с войной на войне очень будет трудно то есть не иллюстрировать их будет очень трудно с другой стороны когда путин втянул войну такое количество уже миллионов человек своих граждан что с ними делать дальше это же открытый вопрос всеми кто там оказался рядом с войной каких их всех поразить в правах будущем или что с ними как с ними быть это нет нет никаких ответов пока вот это разграничение скажем там набиулина силуанов собянин ну кто-то кто с одной стороны абсолютно точно часть системы другой стороны вроде как опять я очень осторожно это формулирую не нет на них прямой крови ну прямой крови на них вроде бы да хотя она есть но может быть не так вот скажем так мило не лобовые не в лобовых они участвуют каких-то столкновениях вот этих людей есть будущее в условной новой россии если это будущее когда-то наступит я считаю что эти люди не могут оставаться во власти ну как бы ты только что собирал не знаю поддерживал экономику которая работает на войну и согласился с этой войной или отчислял там своих мобилизованных в армию да отправлял людей убивать украинцев из-за них умирать а потом ты продолжаешь управлять городом потому что ты эффективный управленец и при тебе москва запорошил я считаю что в любом случае вот класс управленцев должен полностью обновиться как это было при саакашвили когда он пришел или понял что для того чтобы изменить ситуацию в грузии нужно полностью изменить состав управляющего класса и это было мне кажется то есть там было много у него перегибов каких-то там там и людей пересажал и всех подряд и там было очень много и джуизмового решения и так далее но в целом это единственная возможность обновления должен полностью смениться этот слой это еще и в верхнем завете написано 40 лет надо походить чтобы те вот как бы те кто помнят рабство они должны находиться у власти вот на меня такой принцип абсолютно железно вопросы про григория явлинского удивило ли вас поведение человека который ассоциируется с партии яблок уже много лет честно говоря мы давно же разочаровались да григорием григория явлинском который оказался слабым мягкотелым тяготеющим какой-то вот этой вот приближенности видимо от власти боящимся поступков это выяснилось уже давно но каждый раз это большое очень разочарование потому что очень долго он олицетворял представление о шансах демократической оппозиции во власти он говорил правильные вещи когда-то он был довольно решительным политиком самом начале но это типическая типичная картина связана с человеком который не смог совершить поступок и уйти когда стало никогда стало невыносимо когда государство превратилась просто в коррупционную машину не смог уйти остался где-то рядом вот стесненных обстоятельствах но рядом и потом оказался вот трусом к сожалению и в этом смысле ничем не отличается глобально от зюганова ну как бы вот зюганов там где-то на на посылках вот и явлинский также то есть он конечно полностью дискредитировал свою партию уничтожил весь ее политический потенциал и стал неприличным стал недостойным человеком не рукопожатным по-своему мелким трусливым и это к сожалению грустно потому что мы помним его другими он когда-то был другим когда-то люди голосовали на него вполне с чистой совестью рассчитывая на то что он может победить на выборах и партия его была в парламенте в общем это как бы это мы наблюдаем на наших глазах человеческий крах к сожалению почти дополнивая этого до фракции пыли измельчился как личность а целые панфиловые происходит что-то подобное или это другая история человек который тоже ассоциировался как раз с демократами либералами взглядами и сейчас глава центральной избирательной комиссии которая рисует то что нужно и здесь кажется уже нет я тоже помню времена когда все были от него в таком восторге она была какой-то другой такой принципиальный это было просто 100 тысяч лет назад не знаю будет ли это можно ли это уже анонсировать мой коллега константин гильденсвайк снял при нее прям большой боёбик рассказывающий о том на примере одного человека вот как люди людей как они превратились вот в это вот комформные вот эти вот существа которые при путине там исполняют некоторые функции люди функции не люди принципе не люди люди а люди функции как она вот стала тем с тем кем стала из тем быть того кем была была и это на самом деле потрясающе интересная история я думаю что к выборам этот фильм выйдет и это все станет наглядно потому что уже есть несколько поколений которые помнят ее только женщиной который объявляет цифры этих цифры выборов которые нарисовали где-то в цике там что-то карусели на карусели а когда-то она была совершенно другой и вот как это с ней произошло если вот говорили о явлинском он просто измельчал то элла панфилова сохраняет объем формы и масштаб просто это масштаб при нынешней военной администрации при вот этой вот команде убийц и она не стесняется не боится и дальше сохраняется вот в этом своем качестве символов современной современной избирательной системы как это с ней произошло вот константин гильденсвайк изучил вопрос и думаю скоро расскажет вот еще вопрос анна вам что-то известно об ирине хакамаде о ней почти ничего не слышно в последнее время она как я понимаю занимается по-прежнему своими коучингом она довольно давно ушла в коучинг в тренинге личностного роста и живет в россии в первую очередь здесь там находится ее дочь и сын и поэтому она не дает например интервью мы много раз пытались не поговорить но как мы являемся нежелательной организации россияне не очень безопасно с нами общаться то соответственно хакамада тоже выпала из нашего пула во всяком случае не топит за войну и спасибо но и как бы ярких яркого противостояния мы тоже не видим просто вот человек ушел в мир психологии бизнеса управление личностными вот этим вот личи психологии личностного роста и так далее ну вот это она выбрала такой путь светлана пишет анна спасибо за вашу работу за сдержанность мудрость и юмор каковы на ваш взгляд желательные отношения между участниками политического процесса и журналистами блогерами комментирующими экспертами сейчас мне кажется эти два направления деятельности смешиваются но может быть это и хорошо светлана помогите мне понять вопрос я думаю что о неком взаимодействии то есть насколько журналисты блогеры комментаторы вообще дружат взаимодействует и нет ли я так понимаю я интерпретирую если что светлана может быть поправит все-таки речь идет о том что нет уже этой границы между журналистами блогерами экспертами все выступали мы приняли этот путь до современная как бы современный мир он таков где есть такие крупные блогеры что их медиа переплёвывают медиа профессиональных журналистов есть функции которые выполняют только профессиональные журналисты например расследовательская журналистикой занимаются только профессионалы потому что в этой профессии очень много механических навыков, много всяких лайфхаков, которые требуют профессиональной подготовки. Как в всякой журналистской команде, у нас тоже есть журналисты-расследователи, которые делают какой-то специальный журналистский репортерский продукт. Есть блогеры, журналисты, которые выросли в больших блогеров. Например, Плющик. У него отдельная медиа, которая, я бы сказала, скорее более блогерская. Но это вот такой современный продукт, возникший после войны, и я считаю, что очень успешно развивает. Есть журналисты, например, Колизев, который мне очень нравится, как мыслит, который тоже стал в какой-то степени блогером. У него есть свое YouTube-медиа, он интересно там рассуждает, при этом он остается журналистом, у него есть издание. В общем, это его такая судьба. И все они при этом могут быть, функционировать в качестве политических аналитиков. Например, Колизев вполне политический аналитик. Блогеров и политических аналитиков выразились многие политические аналитики, что неплохо. Например, мой бывший сопартнер по программе «Прямая линия на дожди» Станислав Белковский стал прекрасным блогером, у него прям харизма блогерская. При этом он продолжает прекрасно все анализировать. Или бывший спичрайтер Путина, Абаз Галямов. Уже давно не спичрайтер Путина, а сегодня он его там в розыск объявили, в очередной. При этом он остается интересным блогером и очень популярным политическим экспертам ходит по разным независимым медиа. Все действительно смешалось в этом доме. Потому что, во-первых, нас стало меньше, так как мы уехали, у нас меньше доступа к людям, которые находятся в русскоязычном мире, в России. Но при этом ясно, что большинство округлых медиа являются нежелательными организациями сейчас. Но при этом мы ищем пути, как работать с российскими источниками. И, мне кажется, у нас получается. И мы сохраняем профессиональные компетенции и проверяем себя, бесконечно занимаемся факт-чекингом. Потому что главное, что сейчас отличает профессиональных журналистов от непрофессиональных, это ответственность за информацию и количество времени, которое мы готовы потратить на ее проверку. Потому что вот завал этого фейка, который продуцируется пропагандой, и мы с этим, как бы наша задача бороться и отслаивать лишнее. И, в общем, честно говоря, это отнимает половину жизни. Вот это вот отслаивание всякой фигни, которую пытаются повесить нам и вам на уши, от реальной информации. Вот это и есть наша задача. То есть просвеченная, прошедшая рентген факт-чекинга информация и плюс расследование, которым занимаются специализированные журналисты внутри медиа, чтобы рассказывать большую правду, еще больше, еще глубже идти, чем мы делаем это сейчас. Вы написали в Фейсбуке, что Алексей Венедиктов излечился и на второй день пришел на могилу Алексея Навального. В телеграмме написал. Да, в телеграмме. Вот это слово «излечился» роль Алексея Венедиктова сегодня, учитывая... Он излечился, потому что он накануне рассказывал, что в день похорон, что он болен тяжело. То есть это не метафора? Нет, он реально, он писал, что он болен, у него там кашель, сопли и все, что возможно. А на следующий день пришел и фотографировался на фоне могилы. Поэтому так выглядело. И решил проверить, что там будет в день похорон, не будет ли вязать, может быть, стрёмно же, да. А потом стало понятно, что это дико классное модное место, и он уже пришел и фотографируется, и сопли, и кашель, и тяжелые болезни наступили. Но Алексей Венедиктов... Выглядело. Может быть, так и есть. Просто так выглядело со стороны. Алексей Венедиктов, эхо Москвы. Я понимаю всю сложность этой фигуры и все противоречивые отношения к нему, но тем не менее, вот все-таки эхо Москвы при Алексее Венедиктове это значительно значительный фрагмент жизни в России ассоциация с либеральными ценностями. То есть, его роль сегодня какая в этой путинской России? Есть ли она в медиапространстве, вообще в пространстве? Как вы это видите? Не знаю, мне кажется, что медиапро... Он действительно был одним из главных. Медиа воротилась, так можно сказать. Действительно, эхо Москвы это был медийный феномен и очень важная штука. Очень важная. И надо дать ему должное. Он по-своему очень талантливо все это выстроил, и влиятельные были медиа, и давало слово очень многим. Крутая была штука, не зря его прикрыли. Но, с другой стороны, Алексей Венедиктов всегда себя ощущал таким связным между властью и демократическим сообществом. Никогда не терял эти контакты, считал их очень ценными. И даже после того, как это стало уже сидение на двух стульях, стало малопредставимым. И контакты скорее стали использовать самого Алексея Венедиктова, а не он их. Мы помним историю с электронным голосованием, которое навсегда останется частью биографии Алексея Алексеевича. И сейчас, казалось бы, вот он уже и на агента, и у него много проблем. Но вот мы видим, как его по-прежнему пытаются использовать, его контакты во власти. Мы помним историю с письмом и Хованским кладбищем. А во время похорона Алексея Навального, когда семья хотела его похоронить на Борисовском, о власти говорили, если уж хоронить, только в одном месте, где мы скажем, мы скажем на Хованском, будете на Хованском. Значит, там у нас, где скажем, как это называется, был такой слоган у журнала Афиши в процессе его вопоментного расцвета. Как скажем, так и будет. Были баннеры по всей Москве, такие висели. Вот в этом качестве выступала российская власть, говоря о семье Алексея Навального. Как скажем, так и будет. Где скажем похоронить, там похороним. Как скажем камерно, так и будет. И неожиданно Алексей Ленидиктов стал связным между какими-то вот своими друзьями, там, не знаю, Собяниным, Лепесковым, кто-то, с кем он общается. И семьей Навального там вот это письмо про Хованское кладбище им принес. И мне кажется, что если раньше его связи могли каким-то образом работать на что-то, на медиа, там, давать ему какие-то новые источники, информацию, то теперь они, конечно, скорее его дискредитируют. Такая одна консультация. Но в завершение очень общий простой вопрос учит журналистов такие не задавать, но я его задам. А что дальше? Вот у вас есть понимание, что будет дальше? Хотя когда-то в интервью с вами мы договорились, что мы об этом не говорим. Но так как мы продолжаем с вами разговаривать уже некоторое количество времени, то в принципе это дальше уже наступило. Что дальше? Что же дальше? Не знаю. Я вот после вот можно сказать, что вот на этом коротком отрезке после гибели Навального дальше наше значение отчаивается. И то, что мы знаете, я всегда говорю, что то, что до сих пор существует, это вообще такой повод для оптимизма, это такой исторический феномен. Ну вот, казалось бы, на ваших только глазах, как мы красиво могли умереть. Но мы же не умерли, у нас большая очень аудитория. Столько, сколько сейчас нас смотрят, нас, наверное, не смотрели после перезапуска никогда. Это говорит о чём? О том, что люди заинтересованы в будущем России, чтобы она не продолжала быть вот этой вот бомбой замедленного действия для всего мира, что люди интересуются друг другом своей судьбой, люди хотят влиять на судьбу тех, кто репрессированы, кому тяжело там, людям интересно, что происходит с их бывшими соотечественниками вовне страны и вообще со всеми русскоязычными. Люди верят и находят объекты для доверия, то есть они доверяют кому-то. Это говорит о том, что будущее, оно не безнадёжно. Ну, то есть пока нас на самом деле значительно больше, чем мы думали, и для меня вот тоже был один из главных выводов, что нам всё время говорили, что у нас полтора инвалида, полторы калеки, и ваши зрители тоже склонны так думать, потому что им так говорили, а на самом деле нас значительно больше. И вот это ощущение, что нас больше, что не все мы стигматизированы, что многие из нас хотят продолжать взбивать масло совершенно из, казалось бы, безнадёжного молока, это как бы повод для того, чтобы хотя бы сейчас не забивать, а продолжать двигаться. Поэтому в будущем что-то будет, как минимум. Вот такая вот у меня, такой у меня план. Оно будет. Будет будущее, и слава Богу. Ну что ж, это звучит, учитывая контекст, достаточно оптимистично. Спасибо вам большое, и будем на связи. Всего вам доброго, Анна. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова